Конный спорт это безусловно очень уникальный и очень такой трогательный, я бы даже сказала, и своеобразный вид спорта, потому что это участие в спорте именно спортивной пары. Пара, всадник, лошадь. Это единственный вид спорта, где принимают участие животные. И также это один из видов спорта, где абсолютно не важен возраст ни всадника, ни лошади. В истории Олимпийских игр есть всадники, которые участвовали в программе выездка в 72 года. Ежемесячно на крытом манеже конно-спортивного комплекса проходят крупные турниры. Сейчас спортсмены соревнуются за кубок города Перми по конкуру. Это самый молодой, но при этом наиболее зрелищный вид конного спорта. Конкуру 2 исполнилось 100 лет, но с первых дней своего возникновения он завоевал широкую популярность среди спортсменов и зрителей. Цель таких соревнований за отведенное время в определенном порядке – преодолеть препятствия различной сложности и высоты. В соревнованиях за кубок города приняли участие более 100 спортивных пар. Это несколько категорий любителей, дети до 14 лет, девушки и юноши с 14 до 18 и опытные всадники. Я занимаюсь уже 7 лет. Это такая сложная работа, взаимопонимание лошади и всадник. Нравится дисциплина конкура, соревнования очень крутые. Я победила в конкуре на 100 сантиметров. Еще одна участница соревнований – Олеся Костырева. Уже более 20 лет девушка увлекается конным спортом. Все началось с обычного желания покататься на лошади, когда Олеся была еще ребенком. Постепенно хобби переросло в профессиональный спорт. В кубке по конкуру Олеся участвует со своей молодой лошадью, 4-летним фокусом. Это метровый маршрут. Он первый раз его прыгал. Отпрыгал отлично, показал хорошее управление. То есть помимо того, что лошадь прыгает, она еще должна правильное количество галопов делать между барьерами. Она должна перпендикулярно заходить, отходить. Это очень трудоемкий процесс, который требует, так скажем, постоянного терпения и каждодневного такого труда. Мастерство достигается именно взаимопониманием всадника, и чтобы лошадь полностью чувствовала и понимала все, что происходит. И это очень тонкие грани – научить лошадь нам подчиняться и выполнять наши команды, при этом не обижая лошадь. Следующее соревнование на конно-спортивном комплексе планируется уже в следующем месяце. Подробную информацию можно найти на странице ВКонтакте Федерации конного спорта Пермского края. Субтитры создавал DimaTorzok